Перейдем к творческой теме с наступлением осени в Хабаровском краевом театре «Кукол» начался новый театральный сезон. Открыть сезон выпала честь лучшему спектаклю первого межрегионального фестиваля театров «Кукол» ДФО «Почтарская сказка». Первый показ состоялся 8 сентября. Для полного погружения в спектакль зрителям предложили закрыть глаза и смотреть постановку в полной темноте. Артисты рассказывают увлекательную и трогательную историю с помощью запахов, вкусов, звуков и тактильных ощущений. Спектакль рекомендован детям в возрасте от 7 лет, однако постановка не оставит равнодушными и даже взрослых. Затем состоялась первая премьера сезона – это улетный магический квест. И это только начало. Еще две премьеры предстоят в этом месяце. Кроме того, Хабаровский краевой театр «Кукол» и Хабаровская краевая детская библиотека имени Наволочкина приступили к реализации совместного проекта «Креативная творческая лаборатория сам издат «Кидз». На протяжении трех месяцев пара «Родитель-ребенок» будет работать над созданием собственной книги. Все этапы будут проходить под руководством опытных наставников, от создания персонажа до иллюстрирования, от оформления сюжетной линии до издания. Давайте узнаем все подробности у наших гостей. Студия Оксана Розум, драматург и Виталий Федоров, руководитель проекта «Сам издат «Кидз», актер-режиссер». Доброе утро! Доброе утро! Слушайте, ну сразу-сразу заинтриговали. Создание детских книг. Расскажите нам об этом проекте, кто может вообще принимать участие, кто наставник и как это все будет происходить. Оксана разрешает, махает, машет, начинай. Просто Оксана мой наставник, я у нее все время учусь. Все очень просто было. Мы придумали с дочей проект, мы все придумываем с детьми. И, кстати, это свитшот тоже дочь нарисовала, рисунок, принт этот. А Оксана помогла его масштабировать и сделать из него проект. Поэтому, хочешь, Оксана, ты расскажи. Вернее, я рассказываю, расскажи ты что-нибудь. Ладно, хорошо. У меня просто много чего еще рассказать есть. А, давай. Я хотела, чтобы ты рассказал про нашу лабораторию. Мы уже начали заниматься с детьми и их родителями. Эту лабораторию мы задумали очень давно еще, наверное, полгода больше, наверное, почти год тому назад. У меня тоже маленький ребенок, 7 лет. И никогда не хватает времени на то, чтобы заниматься чем-то вместе с ребенком. Если ребенку в детском саду сказали сделать поделку, то, как правило, ребенок ложится спать, потом мама ночью делает эту поделку. Утром мы ее несем. Вот такое совместное творчество. И поэтому мне понравилась эта идея делать что-то, найти время для своего ребенка хотя бы в масштабах проекта. Прямо вот взять и организованно это устроить. Тогда родителям просто некуда будет деваться. Им придется приходить вместе с ребенком и делать что-то вместе с ребенком. А есть какие-то темы определенные? Есть какие-то рамки, границы? И вот еще раз, да, вопрос о наставниках. Кто же будет помогать? Ведь это непростое дело. Ну вот тут как раз мы решили подстраховаться. И это такой театр, как вмешательство в личную жизнь. Давно как-то мы придумали такой термин. Потому что будут профессиональные артисты, наставниками давать актерское мастерство, тренинги. Ну там разные, в общем, раскрепощения. А также Наталья Геннадьевна Павличина, наш художник, которая будет помогать им иллюстрировать, создавать, сшивать эти книги. Ну и есть еще Оксана, которая, собственно, учит писать историю. Ну не пьеса, это писать историю. Потому что ребенок придумывает историю, но ее нужно правильно описать. И вот Оксана, как раз уже у нее был блок, когда она учила создавать героя своего. К походке этого героя. Там много чего она креативила, Оксана, да. То есть уже понятно, что будет результатом сейчас. Ну результатом, конечно, будет книга. У каждого ребенка будет своя собственная книга в городской библиотеке. Да. Тематика любая? Вот Виталя сразу же сформулировал это на первом занятии, о том, что у нас нет неправильных историй. Здесь нельзя сказать что-то не так или сделать что-то не так. Они придумывают героев самостоятельно, родители и дети. И причем родители тоже это делают. У них у каждого тоже должен быть свой герой. Все, чем это ограничивается, это как и всякая игра, это ограничивается правилами игры и ничем большим. Да, поэтому здесь вообще родить, связка родителей-ребенок очень важна в плане того, что мы выстраиваем горизонталь. Мы передруживаем опять родителей ребенка. Потому что у нас есть... Ну это ребенок, у него есть обязанности. Ты покушал, делай уроки, надень шапку, еще и еще. Ну, если правильно надень шапку, сказала, не надень, ура. Я проснулся, значит, все хорошо. Вот. И... А мы привыкли так. Привели ребенка, все, он занимается, мы такие отдыхаем, кофе пьем, досыпаем. А тут важно вместе вот эта горизонталь, где они на равных общаются. И сколько продлится проект? На протяжении какого времени будут создавать свои книги? У нас этапы сейчас... Три месяца наш проект длится, да. Сейчас мы играем, раскрепощаемся, развиваем фантазию. Потом мы начинаем, значит, более плотно учиться придумывать истории. Наталья Геннадьевна Павлична говорит, так, я уже подготовила, значит, буду не просто шкаляки-маляки рисовать, а как-то по теме работать. И в конце октября и ноябрь мы, собственно, занимаемся производством книг. И очень важный момент. Мы хотим дать детям и родителям толчок, фантазию, сделать книгу, не только создать книгу на бумаге и нарисовать, но если история про лес, можно сделать ее на коре. Если история про сон, можно ее сделать на подушке, на чем угодно. Мы это поможем. Фантазия пусть играет. Да, это должна быть уникальная книга. А если, да, теперь вернуться к сезону театральному, все-таки хочется поговорить еще про ваши премьеры, которые, опять же, ожидаются в ближайшее время. Что нам, зрителям, ожидать вместе с детьми, куда идти, на что смотреть? Ну, конечно, Хабаровский краевой театр «Кукол» вас без премьер не оставят в этом сезоне. И мы начали сезон буквально феерично, потому что после огромного фестиваля, который мы провели летом, в сентябре мы заявили сразу три премьеры, одна из которых уже состоялась, углетный магический квест. В эти выходные предстоит вторая премьера этого сезона, 27-го театрального сезона «Зайка, который не умел дружить». Это спектакль для детей от трех лет, где мы будем рады видеть всех хабаровчан на премьере. Но, правда, первые три спектакля в афише, заявленные театром, уже проданы. Ну, а как вообще сейчас артисты вышли из отпуска? Как начался сезон? Как зрители вообще принимают? Насколько сложно вливаться вновь в работу? Ну, как вы понимаете, мы только вышли, и у нас уже три премьеры. Вот «Зайка» репетируется, сегодня будет сдача, завтра будет уже премьера спектакля. За ним следом 30-го числа у нас очень большая премьера «Как я встретил Питера Пэна». Это постановка, которая была закончена в конце прошлого сезона. Премьера для города будет только сейчас. Это постановка двух питерских режиссеров, замечательного тандема Алексея Шульгача и Дианы Рожжевайкиной. Они неоднократные лауреаты «Золотой маски». Это была большая удача, что нам удалось заполучить их для постановки спектакля. И на всех, на премьеру мы приглашаем 30 сентября. Будем рады вас видеть. Артисты в полной боевой готовности. Эта премьера будет достаточно знаменательна. Она заявлена уже сейчас на три фестиваля, в том числе на «Золотую маску». Ну и вообще, на сезон какие еще спектакли запланированы? На сезон, но уже на следующий год, нас ожидает премьера для нашего театра неожиданная. Это спектакль «Мертвые души». Интересно. Да. Да, мы попытаемся все-таки окончательно разрушить в этом городе стереотип о том, что театр кукол – это для малышей. Мы для этого прилагаем все усилия, поэтому наш вечерний репертуар прирастает. Один театр уже с ним поборолся с стереотипом. До сих пор больше всего. До сих пор больше всего, да. Ну вот, успешно его преодолевает, мы тоже победим. Слушайте, а сколько вообще времени уходит на производство куклы? Вот так вкратце, сколько это делается эта работа, насколько она трудоемкая? Это зависит, конечно, от конкретной куклы, потому что я сама была свидетелем, как куклу сделали за сутки. Ага. Вот. Но производство спектакля для театра кукол – это два месяца. Но мы в любом случае желаем и успешного театрального сезона, и успешного, интересного, креативного проекта, чтобы все получили свое удовольствие и сумели проявить свое творчество. Спасибо огромное за эту встречу. Напоминаю, что в гостях были Оксана Розун, драматурка Виталий Федоров, руководитель проекта «Самыздаткидз», актер, режиссер.